Тема жилищного строительства стала сегодня основной на заседании региональной рабочей группы при главном федеральном инспекторе. Говоря о ситуации с возведением жилья для погорельцев, Леонид Беляк подчеркнул, что для каждого должностного лица должна быть введена персональная ответственность за выполнение работ на вверенном ему участке. Это же относится и к строительству домов для ветеранов войны. Продолжение в материале Светланы Олегбаровой. Ситуация с жилищным строительством в регионе, по мнению главного федерального инспектора, далека от идеальной. В нынешнем году в Волгоградской области должно быть введено в строй 750 тысяч квадратных метров жилья. Пока же в реальности сдано меньше половины. Как намерены ликвидировать такое серьезное отставание, спрашивает Леонид Беляк у представителей областного комитета по строительству. Немножко непонятно, если мы имеем 323 метра, каким образом мы до конца года, или как я так понял, сделаем 700. Я вот из выступления, честно говоря, вот... Это мы сделаем 700 на основании того, что у нас как раз вот эта площадь, о которой мы говорим, она у нас сегодня есть в работе у строительных организаций. Действительно, основной объем построенного жилья сдается к концу года. Только тогда становится ясной реальная картина. Но то, что в регионе приостановлено возведение в общей сложности 24 многоквартирных домов, из них 13 в Волгограде, не может не тревожить. Как не может не тревожить и отставание по выполнению президентской программы строительства жилья для ветеранов. На 1 октября новыми квартирами было обеспечено 250 участников войны вместо 320. Впрочем, как прозвучало на заседании рабочей группы, тому есть объективные причины. Поскольку мы эту работу делаем за счет субвенции, я вам докладываю, что с апреля по август месяц ни копейки из федерального бюджета не поступило. Сейчас ситуация поменялась. В конце августа федеральные деньги пришли, и областные власти ведут работу по обеспечению жильем ветеранов даже с опережением графика. Еженедельно гарантийные письма на получение субсидий для приобретения квартир получают 50 фронтовиков. И, как заверил Игорь Пикалов, к маю 2011 года задача, поставленная президентом, решить жилищный вопрос для всех участников войны, будет выполнена. По его словам, по графику идут и работы по возведению жилья для погорельцев. В погоне за сроками нельзя забывать о качестве строительства, не гнаться за цифрами, а думать о людях. Вот что должно стоять во главе угла, подчеркнул главный федеральный инспектор. Самое главное, в режиме, когда мы уже вышли из полосы чрезвычайщины, создать условия, когда приоритетным будет обеспечение исполнения государственной дисциплины, строительных работ, приема строительства по качеству, обеспечение качественного возведения коммуникаций и создание условий, когда будет оформлена вся документация, чтобы без сучка и задоринки и дальнейших жалоб граждан предоставить им это жилье. Как прозвучало на совещании, сейчас строительство жилья для погорельцев осложняется недостатком средств. Федеральный инспектор заявил, что подключится к решению этой проблемы. Кстати, в ближайшее время расходование денег на строительство жилья станет предметом проверки, которую в регионе проведет комиссия аппарата полпредпрезидента в ЮФО. Светлана Олегбарова, Андрей Стумин, телекомпания «Ахтуба».